Новые берцы бушлат и шапка с кокардой. Кажется, немного великоваты. В этой форме они целый год будут отдавать долг родине. В, пожалуй, самых престижных войсках России. Среди будущих солдат элитных войск корреспондент 1-го Ярославского Павел Волков. Попасть на службу в президентский полк для него мечта детства. С этой стороны камеры стоять непривычно особенно, потому что всегда работал как корреспондент. То, что я сюда попал, это безусловно для меня огромный праздник. Я об этом мечтал даже со школы. Во всех анкетах, которые я заполнял в армии, у меня всегда шли три рода войска. Это ВДВ, президентский полк и сухопутные. Рядом с призывниками родители. Впервые видя своих детей в форме. Многие с трудом сдерживают слезы. Я держусь. Я держусь, но, конечно, не очень трогательно и переживаю очень сильно. 25 молодых людей со всего региона тщательно отбирались на протяжении нескольких месяцев. Биография каждого изучалась досконально. Учитывались состояние здоровья, образование, семья, уровень профессиональной подготовки и физические данные. Образование не ниже среднего общего. Рост не менее 180 сантиметров. Идеальное состояние здоровья, идеальные морально-деловые качества, морально-психологическая устойчивость и готовность к выполнению своих воинских обязанностей. Поздравил призывников и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Глава региона и сам когда-то проходил службу в тогда еще Кремлевском полку. Отправка на службу в элитные войска. Сразу 25 призывников. Настоящая гордость для всего региона. На сегодняшний момент можно сказать, что в элите вооруженных сил в президентском полку, в преображенском полку будут служить лучшие из лучших представителей Ярославской области. В течение этого года вы узнаете очень много. Вы узнаете, что такое воинская настоящая дружба, что такое настоящие командиры и что такое воинская профессия. В ближайший год служащим президентского и преображенского полков предстоит нести вахту на главной площади страны и охранять первых лиц государства. Дарья Соболева, Денис Сахаров. День в событиях.